Здравствуйте, друзья! Сегодня маленький обзор орхидеи, которую мне отдали, если это орхидея. По-моему, это орхидея. Помощник, несите. Такой огромадный цветок, просто он не помещается. Стандартный размер. А, это цимбидиум, это орхидея. Тут есть даже... Не, не нужно, просто положи. Вот такая огромная красота. Ножнички, да, мне? Тут много листиков засушенных, вот таких. Если у кого-то есть подобные цветочки, пожалуйста. Можете? Да я пакетик хочу разрезать. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, ваше наблюдение, особенности ухода. Ой, там сыпется даже с него. Простите. Простите. Что? Нет, вот здесь все хорошо, я просто боюсь, чтобы оно сильно не спачкало. А, вот, все. А, тут нарисовано, кстати, на пакете. Так, значит, поливаем замачиванием, воду в поддоне не оставляем. Останавливаем оптимальная температура от 12 до 24, нельзя кушать и... Как это? Переменная облачность. Не прямые солнечные ручки. Ну, он просто так не оторвется. Вот, это был его цветок. Не надо, тут сейчас он свалится. То, что у него отвалилось, то отвалилось. Вот у него какие-то... Ты мне уже принес ножнички, спасибо, больше не надо. Нет, других мне не нужно. Мне нужно узнать, вот эти вот засохшие стоит срезать по-сухому или по-зеленому, или не стоит их срезать. Корни там достаточно хорошие. Сейчас я попробую. Так. Вот такие корешочки. Его видно, но горшочек легкий и переваливается он. Поэтому как-то вот так вот. А смокот тут, вот тут держатели. Такие мощные два держателя присутствуют. Не знаю, пригодятся, нет. Стоит его пересадить. Во что его пересадить? Тут земля, я так понимаю. Не кора. Вот листик оторвала я сухой. У основания. В общем, это осмокот. В общем, пишите, кто что знает про этот... Ой, тут сыпется все. Про цимбидиум. Про цимбидиум. Кто что знает, давайте советы. Буду исходя из этого. Ну, я еще, конечно, почитаю опять же в интернете информацию. Буду принимать решение, что с ним делать. И нужно что-то с ним делать или нет. Куда его размещать. Что, как и где. Вот один товарищ пытается тут все оторвать. Так что мы отключаемся. Будем сухостое обрывать. Всем спасибо за внимание. Жду вашей реакции. До скорых встреч. Пока. В данном растении были замечены высохшие маленькие гусенички белые. Поэтому было принято решение вот таким препаратом. Посмотрите, много-много всяких перечислено здесь вредителей, от которых он помогает. Он не токсичен. Это экстракт чеснока, вот написано. Применяется один пакетик на литр воды. Вот литр воды теплый. Сейчас я там растворю, пролью и оставлю попить, потому что растенец хочет пить. И вот такая будет обработка. Но на днях у меня будет еще общая обработка всей коллекции от всех вредителей, включая клещей. Поэтому, как бы, это сейчас первая помощь. Вдруг, что если там осталось. Следующая обработка будет по листу. Постояла, напиталась вот в такой вот емкости. Вот так я ее достаю. Просто вот с нее там чуть-чуть стекает. Вот такой поддончик я переставляю пока что. Жду советов, рекомендаций, ну и сама ищу информацию.